Выставка «Репортерские будни» открылась в Народном фотоклубе Гродно. Всего на обозрение зрителей представлено порядка 50 работ. Снимки выполнены в совершенно разных жанрах, от пейзажа до репортажа. В большинстве своем фотографирует Татьяна Маталянец во время работы. С ней девушка связала хобби. Впервые камеру в руки она взяла еще в школе. Как признается автор, тогда это была обычная мыльница. А после отец заметил успехи дочери и подарил профессиональное оборудование. Любая фотография, она в обязательном порядке должна зацепить человека и оставить в душе зрителя какой-то след. То есть просто делать фотографию, это не совсем правильно. Надо обязательно, чтобы фотография осталась в памяти зрителя. Самая сложная съемка из всех, которая была здесь представлена, это, конечно же, ситуация на белорусско-польской границе, которая произошла прошлой осенью, когда на белорусско-польской границе оказались беженцы из Курдистана. Наверное, не стоит говорить о том, почему это была самая сложная съемка. В первую очередь, это, конечно же, мучение людей. В народный фотоклуб Гродно девушка вступила в 2018 году. И это ее третья выставка здесь. По образованию Татьяна преподаватель английского языка, но уже несколько лет работает фотокорреспондентом. Так ей удается заснять то, что недоступно обычным людям, увидеть в повседневности свой шарм и красоту. Ну и здесь, естественно, главное, что она делает и чем она влечена, это эмоциональный репортаж. В этом репортаже она иногда даже впереди других фотографов. Вот та же ситуация на границе, когда ей пришлось и мерзнуть там, и она все-таки сделала прекрасный материал, который затем в Минске оценили на республиканском конкурсе Союза журналистов очень высоко. И она получила золотое перо. В 23 года это невероятный успех. Многие журналисты мечтают о такой награде, а она уже имеет.